Да? Да, Евгения, добрый вечер. На самом деле, я уже говорил, что у меня был очень яркий отклик, когда я увидел письмо на почте о том, что начинается набор на недлинные курсы, по моему мнению, два месяца. И вот эти две профессии, психолог и коуч, они очень для меня последнее время интересны, потому что я понимаю, что при работе с людьми эти навыки обязательно нужны. То есть я вообще как бы как считаю, что нам всем нужно уметь работать как бы с тремя временами. То есть это прошлое, это психология, я так считаю, это именно покопаться там, убрать блоки, там еще что-то, это прошлое. Коучинг – это будущее, это наши вперед, это цели, это то, что мы видим и так далее. Это коучинг. И получается, что в будущем, как помогать людям в будущем и как чистить прошлое, не хватало информации, потому что я больше действую как тренер именно в данном моменте, в настоящем. То есть мы, я показываю, как делать сейчас. Соответственно, вот мне хотелось как бы дополнить свои знания в том, чтобы я умел помочь человеку и разобраться с прошлым, и посмотреть куда-то в будущее, увидеть какие-то цели. Вот, я в основном, конечно, занимаюсь вопросами здоровья, то есть я, как сказать, продолжаю, наверное, семейную традицию целительства. То есть у меня мама, она уже больше 40 лет лечит людей, соответственно, я как, наверное, подопытный, на котором первые все рецепты, да, пробовались и так далее. И я продолжаю, можно сказать, эту традицию. Традиция в чем заключается? В том, что мы всей семьей, и она у нас достаточно большая, мы полностью лечимся народными и естественными средствами. То есть мы вообще не ходим в больницы, не покупаем таблеток, у нас нет аптечек дома. Ну, понятно, там бинт и йод, наверное, это все, по сути. Вот, но все остальное мы лечим сами. Но, соответственно, здоровье – это не только примочки, компрессы и молитвы, да, это также наши блоки, это также непонимание момента, куда идти, что делать и так далее. Поэтому у меня был очень сильный отклик на предложение пойти обучаться. Вот, я, на самом деле, незамедлительно пошел, даже друга одного с собой придавил. Я говорю, давай пойдем со мной, может тебе тоже интересно. Да, и он тоже проникся и тоже пошел. И так как я с психологией никогда не сталкивался, то есть так интересно, у меня в жизни вокруг много людей развивающихся, и многие из них так или иначе как-то были связаны. Я только это все со стороны наблюдал, но мне было очень интересно, потому что я понимал, что, да, психология, она помогает нам раскрыть еще больше, как бы, ту сложную картину внутреннего «я», которая есть. Вот, и на ваших курсах я, конечно, впервые начал читать юнговские теории, модели, и для меня это было очень интересно, потому что вот как будто, ну это началось, наверное, через неделю. Как я прочел первые лекции, я сразу начал видеть все в другом, ну не цвете, да, но я стал видеть психотипы людей, я стал видеть роли, я стал замечать за собой, как я начинаю отыгрывать жертву какую-нибудь. И вот когда это происходит, это сразу видно, то есть сейчас это видно, что так, мы отыгрываем, давай не будем, то есть я уже так сейчас говорю. Или, ну, то есть, и вот это очень сильно помогло, потому что где-то, вот как я сейчас чувствую, то есть даже вот этой весной у меня были ситуации, где у меня были, как я считаю, не очень здоровые отношения, но почему-то я этого не видел. То есть я находился в них, но этого не замечал. Где-то внутри себя, я не знаю, как это сказать, был какой-то такой тихий голосок, который вот что-то говорит, то есть он как будто вот, я не знаю, дает, как сказать, наметку. Но в сознании вот так, чтобы явно я увидел и понял, что у меня что-то не так, этого не получалось. Я не знаю, почему, вот, может быть, из-за того, что не хватало информации, то есть о том, что происходит внутри меня, грубо говоря. Вот, и тут после вот этого материала я увидел эти роли, эти модели, и сейчас, конечно, ну, гораздо все, наверное, интереснее стало. То есть я сейчас вижу в людях эти типы, как они отыгрывают какие-то модели, роли, что происходит, и как бы стало гораздо легче с этим всем справляться, вот, на самом деле. И сейчас, как бы, ну, это такой какой-то автоматический инструмент, наверное, то есть я иногда включаюсь в психолога и начинаю с человеком разговаривать так, как клиент и психолог, хотя этого делать не надо, по сути, да. Я на это себя стопорю, когда вижу сразу, вот, но понимаю, что если это включается во мне само, значит, не знаю, что это значит, ну, как будто это идет естественно, и получается, что мне это нравится. Вот, то есть мне нравится помогать людям, нравится разобрать их, наверное, хлам какой-то внутренний, вот, может быть, я иногда перегибаю как-то самостоятельным рвением таким, вот, но я чувствую, что вот даже после небольших курсов я уже вижу эти роли, уже больше могу людям помочь, и, конечно же, сейчас в моих консультациях я уже эти знания применяю, то есть я сейчас не работаю какими-то глубинными вещами, я в основном занимаюсь людьми системами самопознания, когда я им помогу, помогаю найти себя через какие-то архетипические модели, вот, но, как бы, мне очень понравилась ваша центральная мысль, что вся психология это, это про целостность человека, вот, про целостность, то есть про его гармонию, его гармоничные разные стороны, вот эти все вот, мужские, женские, там, какие-то внутренние, внешние, да, то есть интроверт-экстраверт, и вот эти все, как бы, ну, в общем, я уже забыл, что хотел сказать. Алексей, спасибо, интересно вас слушать, а скажите, пожалуйста, если захочется поделиться, какой запрос ставили перед курсом, ну, когда мы какой-то курс оплачиваем, все равно мы платим свои деньги, да, все равно хотим каких-то перемен в жизни, и у нас есть этот запрос, может быть, ставили какой-то запрос, и насколько удалось его реализовать, либо не удалось, вот, ваша обратная связь? Ну, по ощущениям, вот, я получил то, что я хотел, понятно, что мне еще надо учиться, нарабатывать практику в этом, это процесс, он, как бы, это не быстрый, да, там, я окончил месячный курс, я все понял, и я пошел, то есть это, я понимаю, длительные, как бы, длительно нарабатываемые навыки, вот, но то, что я сейчас уже могу применить из полученного, мне это уже, как бы, доставляет удовольствие и какую-то радость, то есть я не могу сказать, что я там прям могу уже работать с людьми, профессионально, как психолог, вести людей, но мне нравится, что я уже понимаю, и, конечно же, отчасти, наверное, я пошел, чтобы разобраться еще в собой, внутри себя, вот, потому что я понимаю, что психология, это важно, и первым делом надо, можно сказать, излечить себя, чтобы помогать другим, ну, то есть, грубо говоря, мой статус должен быть наполнен, да, тогда я смогу этим делиться, вот, понятно, что я работал с людьми уже какое-то время, но нам всем нужна постоянная прокачка, постоянное обучение, что ли, хотя нет, не всем, наверное, оно надо, вот, но это немного другая история, да, то есть, на самом деле, когда мы разбирались в предназначениях, даже есть такой пункт, который, как неожиданно оказался у моего брата и у моего отца, и это предназначение физический труд, то есть, сколько я не пытался этим людям дать книги почитать, в чем-то развиваться, им это неинтересно, им просто это неинтересно, у них, вот, как бы, чисто руками что-то делать, поэтому, вот, а так как мое предназначение – это интеллектуальный труд, накопление, передача знаний людям, поэтому, как бы, я легко эти знания перерабатываю, мне нравится их впитывать и передавать другим, соответственно, я пошел учиться еще потому, что у меня не хватало знаний именно в психологии, и, наверное, даже, не знаю, психологии, не психологии, а именно во внутреннем мире человека, вот это вот эго, всякие роли внутренние и так далее, то есть, это настолько важно, что, ну, как бы, вот, и захотелось это понять, чтобы еще больше мочь, мочь помочь людям. Алексей, а скажите, пожалуйста, как я понимаю ваша точка, то есть, есть какой-то, ну, тренерский опыт, вот, вот, если что, поправьте, я понимаю, медитации какие-то ведете, плюс люди могут онлайн утром вместе с вами вставать, то есть, можете о своих проектах рассказать. Ну, у меня подписчиков немного, но каждый месяц аудитория увеличивается, да, то есть, если человеку нравится, что вы предлагаете, по каким, ну, вопросам, запросам можно к вам обращаться? Ну, первое, это сервис ранних подъемов, такой вот, мы недавно его создали, то есть, мы сейчас его запустили, он уже у нас, грубо говоря, тестируется, здесь все очень просто, как бы, основная, основная, как бы, идея, которую я транслирую в мир, это идея гармонизации, вот, то есть, и, соответственно, тот клуб, который я, ну, я придумал, наверное, мы его сейчас с Андреем создаем, это клуб-гармонизатор, вот, все очень просто, это клуб, в котором человек гармонизирует свое здоровье, свои отношения, там, что-то еще, и я считаю, что здоровье начинается, это с правильного, как бы, правильного проживания ритмов планеты, это проснуться рано и сделать утреннюю зарядку, то есть, это основа здоровья, вот, и я абсолютно в это верю, поэтому, вот, запустили такой сервис, который помогает нам в 6 утра проснуться с помощью дозвона, и в 6.15 мы начинаем через Инстаграм сейчас, мы уже сделали группу в Инстаграме закрытую, и через Инстаграм, через прямой эфир мы ведем зарядку примерно минут на 40, то есть, там суставы мы разминаем, простой йогический комплекс Сурья Намаскар, ну, многие его знают, и завершаем мы это йогой для ума, то есть, нейрогимнастикой, то есть, гимнастикой для наших полушарий, чтобы нам сгармонизировать правое и левое, потому что у нас с этим у всех проблемы, мы все в какое-то, ну, точнее, мы в одном полушарии пребываем больше, чем в другом, и это не очень хорошо, и нам надо гармонизировать, и вот, за утро мы делаем, то есть, мы разминаем тело, включаем все свои каналы тонкие и гармонизируем мозг, можно так сказать. А скажи, пожалуйста, сколько стоит это платно, бесплатно, и с какой периодичностью вы проводите, каждый день или, там, два раза в неделю, как это? Проводится каждый день, абсолютно каждый день, то есть, смысл какой? Смысл, точнее, в том, чтобы внедрить эту привычку на нейроуровне, то есть, на нейроуровне привычка закрепляется 90 дней. Вот, кто бы ни говорил, что 21 день, закрепляется привычка, может быть, какая-то простая усвоица, но такая, как вставать в 6 утра, нет. Поэтому мы понимаем, что это надо делать регулярно, каждый день, и вот уже на протяжении двух месяцев мы это делаем. Соответственно, родилась идея вот этим же поделиться с людьми. Да, это платно, потому что каждый день вставать в 6 утра, мы настраиваем сервисы, мы платим за обзвон клиентов, то есть, бесплатно это быть не может. А сколько стоит? Да, ну, сейчас мы поставили цену 1400. Это за какой период? Это месячная подписка на ранние подъемы, да. Это сразу человек присоединяется в Инстаграм, да, или куда? Сразу человек заходит в закрытую группу в Инстаграме, да, в которой каждое утро в 6.15 начинается зарядка. Это всегда прямой эфир. А кто проводит? Ты, либо вы вместе с Андреем, как-то еще другие специалисты? Вот как это сегодня? Сейчас, то есть, у нас проходит большую часть, точнее, чаще всего это делает Андрей, потому что он решил взять на себя именно эту тему ранних подъемов. Я ему помогаю технически, плюс, если он не может что-то еще, я его заменяю, конечно же. Плюс всегда после зарядки мы можем отвечать на какие-то вопросы. То есть, всегда человек может спросить что-то по здоровью, по питанию, по гармонизации в целом. Вот. И сейчас мы пока делаем простые комплексы, но когда будут набираться люди, мы начнем оттуда давать новые техники. И медитировать будем, и балансовые комплексы делать, придумывать какие-то, может быть, другие виды гимнастик. То есть, чтобы людям было интересно, разнообразно. Просто сейчас мы делаем каждый день одно и то же. Мы там, грубо говоря, такое нарабатываем постоянство сейчас. То есть, чтобы закрепить на нейроуровне привычку вставать, позаниматься. И вы знаете, что я могу сказать, что... Вот я просто разговариваю часто с друзьями на эту тему и задаваю вопрос, а хотите ли вы вставать в 6 утра и делать зарядку? Мне все люди говорят, да, хочу. Вот все говорят, хочу. Но никто не делает. Вот. Просто это говорит мне о том, что мы на глубинном уровне, мы знаем, что это правильно, что это нужно. Тяжело сделать. Это уже другое. Вот. Еще почему я пошел? Ну, как бы, почему я стал делать эти зарядки? То есть, тоже интересный случай. Мне астролог мой сказал, что у меня есть определенная слабость в определенных планетах. Вот. И чтобы усилить эти планеты, мне нужна дисциплина и постоянство в чем-то в том, что делать не хочется. А так как я давно хотел начать вставать рано, прям рано, я подумал, что ну вот оно, надо начинать, уже хватит как бы. Вот. Соответственно, я еще это делаю для того, чтобы сгармонизировать свою планету. То есть, для чего это надо? Когда слабая планета моя, например, да, в какой-то период, у меня слабая решительность. Вот. И чтобы эта решительность была тверже в этот период, мне нужно это делать. Потому что я в 8 утра каждый день знаю, что я молодец. То есть, я встал, позанимался, я уже молодец. Все, я готов как бы на подвиги. Вот такая суть. А если не позанимался, встал там поздно, еще что-то, ну все, ну уже ничего не успеваю, все, я там, поезд мой уходит. Соответственно, состояние совсем другое. поэтому вот тем, ну тем, кто хочет жить как бы в ритмах с планетой и иметь именно вот это вот ощущение, какой-то, я не знаю, что это за ощущение, но как говорит мой психолог, мы получаем гормон радости. Вот если мы встали, утром мы позанимались, мы получаем вот этот гормон радости, который в течение дня мы уже не можем получить. Он только в утренние часы существует. Поэтому вот такой сервис, но это, конечно, не все наши продукты, то есть это только ранние подъемы, это первая наша ласточка. А вот через 10 дней мы готовим к открытию проект, это уже закрытый клуб. Закрытый клуб. И этот клуб больше про то, как стать энергичным и продлить молодость. Вот так вот. То есть как вернуть энергию, потраченную нами, и продлить свою молодость. То есть вернуть молодость нельзя. Это уже, это невозможно. А вот задержать ее и продлить, это можно. И я, скажем так, в этом клубе ввожу новые такой термин и понятия, как эко-хакинг. Этого никто не может понять с первого раза. Но в общем, весь смысл в том, что есть такой термин, как биохакинг. Биохакинг – это система продления жизни, но основана на всяких препаратах, добавках, в каких-то сложных системах, там надо гормоны замерять. Ну, то есть все очень такое научное, сложное. Я предлагаю эко-хакинг. Это простой, натуральный способ быть здоровым и хорошо выглядеть. Вот так, наверное. То есть постараться не стареть. То есть не устаревать. Или устаревать как можно медленнее. Вот. И мы сейчас делаем закрытый клуб, в котором люди по подписке будут получать от нас, скажем так, лайфхаки или какие-то такие секреты, как можно простыми народными способами достичь здоровья, гармонии и долголетия. То есть вот такой у нас проект, и в котором конечно же навык психолога и коуча ну просто будет очень востребован. Он обязательно понадобится, потому что будет работа с людьми, работа с группой, и по-любому будут люди, с кем нужно будет работать индивидуально. Вот так. Соответственно, все эти навыки, которые я у вас получил и получу, они мне позволят ну сделать это качественно и, наверное, ну просто эффективно, чтобы у людей был результат, а не просто так прийти. Алексей, вот как я поняла, по маркетингу вы пошли самостоятельно, да, у вас уже тоже какой-то большой опыт по маркетингу, да, еще к другим специалистам обратились, плюс я вот как понимаю, запуск через 10 дней это 23 числа, да, уже старт официально. 24 числа ориентировочно первый вебинар. А, первый вебинар, а реклама уже идет? Реклама с завтрашнего, ну, первая реклама начинается с завтрашнего дня, тестовая. То есть мы сначала в рекламе ищем связки дешевые, то есть мы проработали очень хорошо свой аватар клиента, кто этот за клиент, какие у него боли, какие мы решения можем под него дать. Потом, сейчас маркетологи сидят там придумывают тексты объявлений, картинки рисуют, мои фотки там переделывают, чтобы найти связки объявлений, картинок, текстов и тех групп, которые лучше всего реагируют на это. Потому что, чтобы людей привести, точнее, ну, как бы завлечь в закрытый клуб, это должна быть не просто приведенная аудитория для количества, а именно та, которая в потенциале сможет купить, то есть у которой эти боли присутствуют. И вот сейчас таргетологи занимаются поиском этой аудитории. А сколько стоит участие, вот если человек хочет, сколько стоит и какая программа, там, месяц или год участвовать, вот как это? Можешь рассказать? Конечно. Значит, предварительно будет три пакета. Месяц, шесть месяцев и двенадцать. То есть, почему я так сделал? Почему я так думаю делать? Потому что я считаю, что тема здоровья и гармонии это долгая тема. Получи гармонию и здоровье за месяц не та история. И я это буду обосновывать людям на вебинаре. Но месяц я сделал для того, чтобы люди могли попробовать просто зайти на месяц и посмотреть, нравится ли им там в этом клубе. Вот. Стоимость месяца в начале это будет тысяча девятьсот, потом будет две с половиной. То есть, будет поднятие где-то в следующем году. Это естественно, потому что сначала, ну, грубо говоря, мы немного не упакованы, а когда уже клуб сформирован, уже есть программа, отработана, то клуб всегда стоит дороже. Значит, первый месяц тысяча девятьсот, один месяц тысяча девятьсот, шесть месяцев девять шестьсот и двенадцать месяцев тринадцать двести. А там есть вот в этих расчетах, то есть, если человек сразу больше оплачивает, это выгодно, да, с финансовой точки зрения? Конечно. То есть, если он платит за полгода, то выходит по тысяча шестьсот, а не по тысяча девятьсот. А если он платит за год, то это выходит по тысяча сто. То есть, тысяча девятьсот по тысяча сто. Ну, разница, то есть, ну, там, в один и восемь. То есть, вот примерно так. Но потом я хочу поднять цены на 2 500 12 и 18 2 300 12 за полгода 18 за год как я понимаю первые запуски тестовые они могут быть не сильно дорогие это нормально а еще как я поняла у вас есть конкуренты то есть коллеги которые ведут подобные проекты это очень хорошо значит есть спрос и прости что перебил конкурентов много в этой теме но не много скажем так но они появляться стали последнее время то есть много тем кто просто поздно про здоровье их конечно много конкуренция большая модерацию не пройти рекламу и так далее а вот последнее время появился биохакинг именно как бы тот кто те кто старается за долголетие ноль немножко потому что здоровье это как бы оно для всех а долголетие интересно не всем хотя оно интересно наверно всем но не сразу просто зависит от уведомленности человека от его развития и почему мы как бы мой продюсер можно сказать почему он и настаивая настоял на теме эко-хакинга потому что в интернете очень большая аудитория готовая к этому продукту то есть есть порядка там может быть уже пол миллиона человек кто варится в группах биохакинга то есть они уже про долголетие про здоровье другими способами то есть они это все исследуют и как мне говорит продюсер мой это аудитория она немного устала от этого биохакинга от сложных систем что если мы им дадим простую народную систему того же самого что это будет как глоток свежего воздуха для этой же аудитории и она может просто перелиться часть перелиться от них к нам вот такая у нас задача это нормально как я понимаю здоровая конкуренция плюс еще как я понимаю все новое оно модное то есть если раньше коучинг что такое коучинг сейчас более менее все знают а эко хакинг биохакинг да ну даже человеку ну как это что-то модное новое интересно попробовать и очень важно что есть конкуренты то есть коллеги которые ведут подобные проекты вот как ты говоришь есть спроса ну значит и надо идти еще хотела сказать а в чем ваша уникальность спросить чем вы отличаетесь что вы в свою программу добавляете но то чего нет у подобных проектов на ваше виденье ну вот какие приходят размышления может быть я понимаю как мне кажется что наше главное отличие в том что мы мы даем именно экологические чистые можно так сказать пример так экологически чистые способы достижения здоровья гармонии долголетия то есть без каких-то препаратов без операций может быть без каких-то там лекарств врачей там чего-то замеров так далее то есть это собственный опыт жизни который основан на ну как бы на опыте семьи плюс на своем опыте потому что я практикую уже там лет десять уже и там голодал прошел кучу тренингов сам то есть я понимаю как бы я все пропускаю через собственный опыт вот пробую на себе делюсь пробую на себе делюсь и получается что вот я на днях строил эту программу я то есть моя программа состоит из двенадцати пунктов то есть чтобы достичь долголетия нужно соблюдать как бы или проработать двенадцать аспектов прям проработать то есть я могу вкратце зачитать то есть первое это дыхание это самое важное для нас без дыхания мы минута все нет у нас дальше питание это понятно третье физическая активность то есть как это шаманы говорят пока ты не тренировал тело ты никогда не придешь гармонию кем бы ты ни был то есть что бы там ни думал если тело страдает условно то мы тоже страдаем дальше интоксикация нам надо чиститься как мы мы далеко не чисты внутри нам надо регулярно чиститься голодать и щелачиваться работать с эндокринной системой принимать бани пить травяные чаи не знаю но делать все чтобы вычищать нашу внутренность потому что мы всегда ложим больше чем из нас уходит вот дальше работа с родом то есть пока у меня не налажены отношения с папой с мамой хорошие я не буду в этой жизни чувствовать спокойно всегда будет процессор процесс точнее крутится что что-то там не в порядке здесь у меня дерево точнее древо прощения пересмотр отношений расстановки регрессии так далее ну в разные способы следующая психосоматика сколько мы себе накрутили столько у нас болячек может быть в теле вот конечно же следующие это энергетика это наша энергия это биополе это энергетика пространство это всякие системы накачки типа цигуна это контроль сексуальной энергии с помощью даосских практик и так далее это энергетика ничего смешного тут нет вот секс это же тема табуированная да может поэтому у меня такой смех но может быть ага может быть да вот следующее это медитация медитация перерасслабление то есть нам надо медитировать это способ я это называю как это как это когда мы в обратный процесс возвращаем расслабленное тело может быть да и убираем блоки зажимы нет нам нужна компенсация ну я называю это компенсаторикой то есть как бы компенсаторика то есть когда я побыл например в одном положении очень долго можно теперь в другом побыть чтобы компенсировать там напряжение вот я медитацию считаю чем-то подобным то есть мы везде бегаем 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 то есть делаем вот внешние действия а потом надо сесть не двигаться и просто ничего не делать и быть внутри себя то есть это успокаивает это приводит мысли в порядок ну в общем у медитации ну просто эффектов очень много то есть их можно перечислять есть виды разной медитации в общем медитации расслабление это очень важно потому что я интересно я присутствовал на одной конференции где рассказывали о том что оказывается расслабление это самое редко самый редкий процесс который мы делаем в жизни мы в основном всегда напряжены это практически девяносто девять процентов я пчук не делал я же сейчас напряжен сижу казалось бы я вроде расслаблен разговариваю но мышцы напряжены мозг напряжен глаза там язык я весь работаю сейчас соответственно медитация и расслабление это очень важный процесс для восстановления себя так это восьмой пункт девятый пункт это предназначение это смысл жизни то есть когда я знаю зачем я куда я иду да то есть какие мои цели я ну как бы я спокоен я двигаюсь туда куда я хочу я не ищу себя потому что когда идет поиск это все то есть можно ничего не делать а просто заниматься поиском следующий десятый это социальное взаимодействие коммуникация то есть нам очень важно уметь правильно как бы общаться с людьми то есть это нужно быть корректным нужно понимать системы корректности как как выражать свои чувства как выражать эмоции так чтобы они были донесены но и не разрушали и так далее то есть есть разные парные практики на взаимодействие между людьми в общем это аспект социального взаимодействия потому что мы как это стадное стадное мы животное отчасти вот одиннадцатый пункт это взаимодействие с природой вот нам всем обязательно нужно быть на природе прям регулярно знаете почему потому что природа это единственное на нашей планете что содержит частицу абсолюта то есть абсолютно плохо потому что в природе все гармонично а если гармонично значит абсолютно и вот именно когда мы попадаем на природу в нас начинают происходить какие-то правильные процессы сонастройки и ну в общем это очень важно быть на природе регулярно то есть конечно желательно каждый день гулять но это не у всех получается но хотя бы раз в неделю надо выехать на пикник но обязательно и последнее двенадцатое это позитивное мышление то есть это аффирмация это книги которые мы читаем это благодарности которые мы произносим это мы там отпускаем прошлое может быть и так далее то есть позитивное мышление оно формирует я думаю что оно формирует наше будущее то есть если подсознание его строит позитивное мышление строит подсознание отчасти и так далее получается что вот эти двенадцать аспектов которые я сейчас назвал то есть вот о них эти про эти двенадцать аспектов сказали все спикеры конференции проживи 150 лет то есть почему я их двенадцать и как бы не то что я зацепился я собрал все конференции точнее выступления спикеров и записывал пункты которые они указывали из этих пунктов вывел вот эти двенадцать то есть вот эти двенадцать вещей которые нужны для того чтобы чувствовать себя счастливым условно надо уметь дышать есть физически двигаться чиститься работать с родом и так далее соответственно в нашем клубе в закрытом будет вот эта программа то есть мы над каждым пунктом будем работать у нас будут дыхательные практики будут медитации мы будем с телом работать питание давать как чистится давать аффирмации и так далее так вот в чем уникальность как я думаю это в том что есть широкая система как бы она как то такая всем объемлющая можно сказать потому что конкуренты сейчас идут по узким направлениям вот один выбрал гормоны и он идет по этим гормонам у него там гормоны 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 с помощью дыхания гормоны с помощью движения и так далее там с помощью питания все на гормонах вот но как мне кажется это понять людям сложно я просто общался с несколькими девушками после этих курсов они говорят да это интересно но я ничего не поняла то есть очень сложно вот вот и я хочу дать очень простые системы как просто дышать как просто двигаться как начать правильно есть ну питаться чтобы было чисто и так далее как сделать простую чистку как простить маму там и так далее вот может быть в этом наша уникальность очень интересно вот ты все рассказываешь объясняешь но включается вера доверия да вот про ты про конференцию сказал 150 лет да вот как ну это хороший миф чтобы делать вот эти все ритуалы ну когда это научно да и вот эти пункты ну если это все раскладывать это имеет какую-то научную основу каждый пункт можно научно разобрать это как будто обоснованно поэтому я когда это все выписал когда увидел и понял что я все это сам прорабатывал я в принципе могу это все дать может быть не как супер эксперт я могу кого-то позову как супер эксперта но я как проводник легко в это иду и там себя в этом чувствую я помогу разобраться помогу понять так далее вот плюс как я понимаю вот мои ассоциации которые пришли здесь и сейчас что ваш проект с андреем да клуб гармонизатор это ваш проект он комплексный то есть да у вас там есть продукт вот сейчас человек прям сегодня может присоединиться на ранний подъем да то есть и уже каждый день в 6-15 40 минут идет зарядка но и дальше этот клуб расширяется улучшается и вот сейчас такая эко-хакинг вот ну комплексная программа будет запускаться для оздоровления ну гармонизации всей жизни по этим пунктам мне кажется цепляет и вот моя обратная связь как стороннего наблюдателя да не предвзятого ну и стоимость тоже нормальная комфортная вот хорошо что что сделали месяц попробовать да человек пока еще нам не доверяет не знает есть возможность попробовать ну довериться и человек увидит за месяц работы результаты ну скорее всего дальше будет оплачивать и состоять в клубе ну да но я просто чуть-чуть хочу поправку сделать да чтобы было все как бы правильно понято вот этот закрытый клуб по долголетию можно сказать это одна восьмая часть клуба гармонизатор вот то есть мы начинаем закрытого клуба по долголетию вообще весь клуб гармонизатор состоит из восьми тем вот то есть эти темы они уже есть как бы то есть первое это путешествие то есть у нас то есть там мы делаем авторские туры сейчас эти туры мы делаем в Крым на Байкал и на Бали пока то есть это туризм а можно быстро сказать ассоциации Алексей мне пришла ассоциация что ну может быть это мужской подход вот берем Фрейда да у него все так по полочкам структурно раз два три четыре пять ну у юнга тоже по-своему но тоже вот это его карта души то есть мне кажется это ну какой-то мужской подход и у вас вот ты говоришь про клуб долголетия тоже все комплексно да продумано и про сам клуб что там восемь направлений тоже все структурно по полочкам а все молчу ну да ну просто так получилось что за последние годы я развивал несколько проектов то один то второй то путешествие там то игры то ну в общем и недавно настал вопрос мне мой астролог говорит выбери что-то одно тебе надо выбрать что-то одно я понял что я не могу выбрать одно я понял что я хочу это все объединить в одну идею и под одним как бы лейблом разные направления двигать так вот биохакинг это одно направление здоровья долголетия есть путешествие есть магазин магазин гармонизирующих товаров именно так то есть мы мы будем отправлять именно товары например есть уже разработанные наборы для ванны для спальни для кухни то есть там очень интересно третье направление гармонизатор гейм то есть это игры тренинги трансформационные всякие программы ну то есть ну это игры то есть туда же мы именно тренинги потому что я сейчас вот я рассказывал про вот эти клубы я понял что игрофикация нужна то есть людей надо в игры вовлекать то есть работать над серьезным но с игровыми механиками так больше идет результат но я потом подробнее расскажу четвертое это гармонизатор чат то есть мы сделаем несколько чатов мотивационных и поддерживающих то есть заметили такое что людям нужна поддержка люди бы что бы не купили какие-то курсы тренинги часто люди забивают им нужны какие-то пинки такие чтобы их кто-то помогал делать соответственно чаты вот такая идея гармонизатор лайф это прямые эфиры вебинары и ютуб канал вот гармонизатор фест это организация фестиваля в крыму и есть тема благотворительности то есть получается что 8 тем путешествия магазин игры чат прямые эфиры фестиваль благотворительность и здоровье и здоровье я сайт скину чтобы потом смотреть я я это тоже скину ссылки на сайт и там уже человек может на вас подписаться наблюдать если есть желание может участвовать уже в новом проекте либо уже прям сегодня в ранних подъемах оплатить и 6 15 уже участвовать а еще хотела спросить алексей а личные консультации проводите если проводите сколько стоит и чаще сколько стоит сколько длится и ну какие чаще запросы с какими чаще запросами люди приходят ну по какой теме можно обратиться как это сейчас наверное 80 процентов людей приходит по запросу предназначения и смысла в жизни то есть люди немного таки потерянные то есть что делать куда идти потерялся все надоело вот и я просто с помощью нескольких систем помогаю это найти в среднем консультация длится наверное часа два то есть час сорок но дальше просто уже идет невосприимчивость то есть уже сколько не давал уже тяжело и сейчас я беру за такую консультацию четыре тысячи рублей то есть в целом ну примерно час две тысячи стоит час две тысячи но чаще приходят предназначения смысл чаще приходят предназначения да но вот а 20 процентов по каким вопросам еще обращаются по здоровью именно по здоровью приходят да с какими-то такими локальными болячками вот соответственно там уже ну другая работа идет там уже диагностируем как что за болезнь подбираем под нее как лечить и так далее то есть там уже больше она такая не в два часа мы можем полчаса поговорить и все и разойтись там на день потом опять встретиться там и я выдам еще какой-то результат ну информацию что делать то есть там чуть по-другому вот ну на самом деле вот по здоровью я чуть дешевле беру потому что там как бы там результат нужно увидеть если с предназначением мы сели за два часа реально разобрались человек понял и пошел что-то пробовать да то здесь оно чуть-чуть растянуто во времени поэтому результат бывает растянут вот но со здоровьем немного как бы не то что сложнее ну да наверно сложно почувствовать сразу результат человеку из-за этого можно еще сказать свою обратную связь вот что я заметила на курсе как вот сторонний наблюдатель супервизор что у тебя большие навыки как сказать вот что чтобы вести группы то есть ты готовый тренер да ну так ты и сказал что опыт есть и вот сейчас свои запуски делаете если взять психологию то есть мне кажется у тебя хороший крепкий психологический контейнер есть вот этот навык не критиковать не жалеть не спасать то есть это ну как профессиональные навыки психолога то есть когда ну ты все слушаешь не отыгрываешь сценарий не критикуешь не жалеешь не спасаешь вот это я заметила то есть это как-то ну базово у тебя уже встроена мне кажется может быть и за счет медитаций большой большого личностного роста терапии в любых форматах то есть ну и за счет этого ну как такие большие навыки психолога ну я не знаю откуда этот контейнер у меня образовался единственное что я могу допустить скажем так какое-то время я наверное на протяжении года может быть я занимался именно чисткой своего подсознания с помощью определенных техник и в этих техниках мы убирали дуальность этого мира то есть я работал с дуальностями мокрое сухое горячее холодное и так далее и вот проработав вот не знаю там полгода да над этим мне потом друзья стали точнее один друг мне прям четко сказал говорит Леха такое ощущение что ты говорит вообще не оцениваешь вот с тобой разговариваешь а ты говорит просто как вот смотришь не да не нет мне вообще не понять что ты там думаешь в голове а я такой ну а чё чё надо то есть я заметил что у меня исчезла эта реакция которая возникает которую надо что-то выкинуть сказать что-то вот вот этого не стало и вот я заметил что это после вот работы с дуальностью происходит оценка уходит потому что оценка она как раз и появляется когда ой холодная ой горячая ой ты там такой вот такой именно эти качества а когда мы их прорабатываем и как бы стираем из подсознания они потом просто не возникают вот ну как я понимаю психолог базово должен быть таким как нейтральное зеркало вот когда нет дуальности не критикуем не жалеем не спасаем тогда мы способны помочь человеку ну а если мы отыгрываем сценарий жертва агрессор то ну делаем с человеком то что с ним делали там и тогда тогда это повторение для меня это как будто это реактивный ум взял верх ну или взял контроль реактивный ум вот я так предлагаю надо проактивный ум как-то вот включать и чтобы быть хозяином своих реакций вот так то есть не реагировать а спокойно это все то есть тебе наступили на ногу а ты молчишь ну тут главное не уходить в перекосы это мы про психологов говорили а так но нам тоже чтобы вести свои проекты есть же здоровая конкуренция вот эта агрессия она должна быть здоровая мы не говорим про перекосы ну а агрессия должна быть без нее никуда ну да ну да ну да на самом деле я просто сейчас такое вот я просто заметил за собой что я последний месяц наверное более активно проявляю здоровую агрессию то есть раньше как будто ну я не понимал может быть что это такое то есть как с этим делать сейчас когда я почитал ваши лекции отработали мы на ком-то увидел примеры кучу этих агрессоров вот и теперь я заметил что я вообще легко ну гораздо легче выражаю свои вот эти вот агрессивные эмоции ну где я отстаиваю свою границу да если бы я просто понимаю что раньше я бы наверное там отошел еще что то сейчас последний месяц я прям это активно делаю мне это очень нравится я прям еще лучше себя чувствую вот поэтому еще раз да спасибо ну как бы благодаря вот вам я это понял я это понял пропустил и теперь действую чуть по-другому вот и вам спасибо да я извиняюсь на ты на вы иногда у меня это перескакивает а так очень приятно когда приходят студенты такие вот когда есть вот эта фраза когда ученики превосходят учителя ну тоже приятно то есть тоже ну и за счет вас расту и такая синергия алексей у нас тогда десять минут осталось может быть так какие-то итоги подведем может быть что-то хочется сказать вот кто-то мечтает стать психологом коучем сомневается может быть какие-то есть рекомендации плюс кто-то хочет вот ранний подъем может быть тоже какие-то советы истории кейсы как может измениться жизнь и за счет участия также ну вот в новом проекте вот ассоциативно что придет так ну первое что хочется немного поделиться как бы ощущениями от обучения так как у меня нет ну не было до этого опыта там изучение психологии я это делал первый раз и мне на самом деле очень понравилось ну как бы не знаю концепция построения обучения то есть это определенные там уроки задания и видео киноанализы кстати я кому не говорю что мы делаем киноанализы все это говорят о классно так то есть никто это ну не то что никто не применял ну по крайней мере с кем я делился говорят у нас такого не было это так интересно я говорю да это вообще огонь конечно ты увидел и наглядно посмотрел ну например вот конечно это супер когда вот сразу вы нас бросили в практику вот потому что но в этом весь смысл в теории можно долго барахтаться да там казалось бы там я все не понимаю не понимаю а потом приходишь практику раз и все и и начинаешь делать вот соответственно круто что практика потому что это сразу убирает блоки боязнь начинать работать общаться боясь первый там не знаю совет дать или вопрос спросить там у человека и так далее вот плюс киноанализ как я уже сказал это классно во первых это кино посмотреть во вторых увидеть какие-то архетипы которые потом можно замечать в жизни вот и что еще и вот вот я просто сейчас скажу немного как бы что я заметил полезного было вот у нас не полезного эффективного наверное и то что я вот про закрытые клубы сейчас смотрю то есть в закрытом клубе есть постоянная вот эта вот программа выдачи чего-то то есть как бы человек привыкает к постоянству то есть по вторникам приходит одно задание там по субботам другое и так далее и вот когда идет вот это вот такая прям ну грубо говоря регулярная работа когда я знаю свой график знаю что я буду делать как бы это сподвигает находиться и находиться в этом сообществе вот то что я хотел донести что такое клуб то есть если бы например я зашел в ваше сообщество да не за пять например тысяч в месяц а за две тысячи в месяц я бы точно год бы ходил по две тысячи понимаете я вот о чем что есть вот регулярность выдачи сдачи киноанализ еще что-то вот это если в длительную делать это может быть длительный закрытый клуб ну закрытый не закрытый но вот и соответственно понравилось то есть если в каких-то тренингах бывает ну там выдадут домашку ее примут отметят все ждем там чего-то неделю то у вас есть разные вещи то есть практика одна киноанализ там еще другой плюс каждый учит сам теорию вот мне это очень нравится потому что ну я сам много перерабатываю мне конечно проще сидеть самому это учить а потом с вами это все допонимать ну мне очень понравился формат поэтому я всем советую как бы для взрослого занятого человека это вообще удобно и доступно так спасибо про ранний подъем и про вот новый запуск вашего проекта что можно ждать вот типичный результат если человек месяц участвует в вашем проекте какие обычно ну можно ожидать результаты как изменится улучшится жизнь речь о подъемах сейчас или о клубе о подъеме и о клубе то есть это же пока два основных продукта да которые можно сегодня окупить участвовать и ну да ну про ранние подъемы я уже вот немного рассказал про этот гормон счастья который человек получает рано вставая ну сложно сказать однозначно что получит человек но то чувствуем мы каждый день утром я вот еще раз повторю что вот после каждой зарядки есть твердое такое ощущение я уже молодец и вот грубо говоря время 7.30 день только начинается я полон энергии я готов там что-то делать работать там двигаться вот и полностью о кстати что появится через месяц то полностью уйдет чувство самоедства что что-то я делаю как бы не так вот есть такое у нас блин тут я проспал здесь я там неосознанно здесь я там ошибся есть такие вот самоедства вот после вот этого когда мы делаем такие вещи просто почему она пропад пропадает быть может потому что мы делаем то чего не хочется делать рано вставать не хочется физические упражнения делать не хочется ну нет есть такие маньяки которые говорят но большинство я вижу совсем не такие люди и поэтому сделав над собой усилия вот мы во-первых рассвет встречаем мы особенно это важно для мужчин то есть для мужчин точнее это важнее чем для женщин потому что потому что потому что мужчина это напряжение я напрягся встал первым я как бы думаю о женщине завтрак принес потому что она еще должна быть расслабленная там просыпаться то есть только с этой позиции женщина расслабление мужчина напряжение соответственно мужчина должен раньше вставать как бы это точнее это нас делает лучше в глазах женщина если я раньше встаю она просыпается я уже в делах она меня уважает все больше ничего не надо любить мужчину не обязательно мужчину надо уважать вот женщину нужно любить больше ничего делать даже понимать не обязательно ну просто невозможно как бы понять вас поэтому проще просто любить вот это про ранний подъем ну в раннем подъеме еще есть как бы подъем подъемом есть гимнастика мы делаем суставной комплекс где мы проходим все мышцы тела и все суставы соответственно мы энергичны становимся потому что энергия бежит вот мы с гармонизировали полушария готовы ну готовы к дню ввести в него и что-то там творить вот это ранний подъем а клуб закрытый клуб по здоровью и долголетию клуб биохакинга там человек собственно ну за полгода за год получит улучшение самочувствия здоровье он сто процентов похудеет если у него был вес он если он там нервничал он будет спокойнее то есть если были проблемы с отношениями он их на сколько-то разрулит насколько конечно сам будет готов это сделать то есть здесь мы все инструменты абсолютно даем все зависит конечно от человека насколько он будет это стараться и насколько он это хочет делать и я считаю что здоровье тема она не быстрая не за месяц поэтому у нас программы полгода год сделаны и вот безусловно за полгода или за год человек увидит результат я думаю что он даже и за месяц какие-то но сдвиги увидит вот ну вот так вот основная цель клуба это гармоничное здоровое счастливое общество вот поэтому вот если вам это интересно и если что-то такое надо то добро пожаловать всем на самом деле кстати в зарядке есть даже три бесплатных дня то есть человек может зайти попробовать то же самое заплатить а попробовать может он сделать зарядку ему не понравится тренер и все ну то есть пожалуйста на три дня можно вписываться бесплатно пробовать и потом уже продолжать мне кажется тоже хороший такой маркетинговый ход чтобы создать доверие да ну то есть человек мог попробовать посмотреть подойдет не подойдет нормально да да потому что как бы я уже не живу из той парадигмы что мне нужны все деньги любой ценой и так далее на самом деле нету гонки за там только за деньгами тут именно вот выдержать такой вот баланс собственной реализации достижения собственно своих целей и внутренних ну как бы внутреннего пути куда я иду плюс конечно же хорошее финансовое вознаграждение за это вот чисто такое в балансе спасибо большое спасибо за интервью за отзывы о школе также расту развиваюсь с каждой группой и спасибо что рассказала о своем проекте какие ты ведешь консультации проекты какие новые запуски ну вот мое такое мнение супервизора наблюдателя со стороны это все востребовано и ну как я понимаю может быть у вас уровень по маркетингу еще круче чем у меня но я вижу что в принципе там три месяца полгода и это ну какой-то системный бизнес привлечение студентов участников закрытого сообщества то есть есть продукт польза есть спрос то есть а дальше это ну улучшать улучшать стараться брать отзывы вот как сейчас я прошу да люди любят отзывы получать ну смотреть читать доверяются ну ваш проект будет обрастать большей популярностью да спасибо большое конечно будем стараться и ну все равно и я и Андрей мы чувствуем что и наш клуб это рождение оно все равно происходит и благодаря нашему участию в ваших курсах психологии вот то есть мы поработав все равно с собой решились на следующий шаг вот как ни крути вот спасибо ну вы уже пришли готовыми у вас уже был клуб гармонизатор многолетняя проделана работа он был только в ментале он был в ментале и написан на тетрадках то есть сейчас это уже реклама запускается уже аудитория продумывается уже там все это то есть уже там группа создана посты пишутся то есть если раньше это была идея которую вот было а когда мы это начнем вот непонятно то сейчас все выбрана дата вложены деньги все мы идем туда что будет разберемся там но я понял что меня надо кидать я там разберусь вот вот такой вот то есть мне надо чуть-чуть подготовиться и идти грубо говоря но это можно еще сказать про путешествие героя в начале или как стив джобс говорил мы откликаемся на голос самости интуиции да да мы сейчас на сто процентов этот путь не видим но два-три шага видим и нормально доверяем самости той силе которая нас ведет по жизни она даже это и невозможно ну на старте прям все увидеть над ну на настолько то есть да ну в общем вот так вот спасибо за то что позвали приятно было с удовольствием буду к вам еще присоединяться как вот чуть полегче станет я продолжу вот а так целом все спасибо если захочется еще какие-то ну вот такие презентационные видео записывать какие также можем сделать спасибо большое я тогда запись пока остановлю и кстати если захочется эту запись для своего продвижения использовать тоже используй как тебе надо на свой youtube канал как хочется либо насколько это возможно здесь там получается буду я и ты а можно в следующий раз если какие-то записи делать чтобы можно вырезать чтобы ну может быть тебе комфортно чтобы ты только был на youtube канале чтобы не смешивать все же по-разному работают так если хочется используй пока тогда запись остановляю и ссылка на клуб гармонизатор вот я в ютубе дам и также всем рекомендую кстати алексей рекомендую если кто ищет психолога коуча ну кому интересна личная терапия но также я гарантирую что ну вот сколько мы занимались у алексея высокий профессионализм это конкурентное преимущество не у всех не у всех психологов коуча сегодня есть эти навыки а у тебя они есть поэтому ну так же кто для себя ищет очень рекомендую да и такое может быть вставка что вот если кому-то интересно именно с вопросами еще здоровье вот то есть ну вопросы разные бывают но вот просто здоровье это то что я всю жизнь изучаю поэтому вот если кому-то если в этом направлении больше то наверное больше смогу помочь вот так все поняла спасибо тогда запись осталась вон вон